Как называется форма ограбления общества, против которой борется Евросоюз и против которой Грузия, то есть мы тоже должны бороться сами? Или что это за ветвь власти, на которой мы сидим и которую режут все правительства и чья независимость беспокоит как Европейский Союз, так и народ? Раз в месяц вы будете находить похожие кроссворды на нашем сайте. Вы не сможете ничего выиграть, но многому научитесь, развлекаясь. Почему мы хотим быть членами Европейского Союза? Или что меняет нахождение в этом Союзе для нашего общества? Вы, наверное, много слышали о 12 пунктах, которые сделают нас ближе к Европейскому Союзу, чем когда-либо прежде. Сегодня я расскажу вам об эффективности значений и возможной перспективе этих 12 пунктов. Прежде всего давайте ответим на вопрос о ветвь власти, на которой мы сидим и нас режут все власти. Это суд, на реформирование и укрепление которого Запад дал нам много денег. Но ветвь еще хрупкая. Однако сильная судебная система необходима для увеличения иностранных инвестиций, а значит для занятости и, следовательно, для нашего финансового благополучия. Послушаем Вануч Хеквадзе, человека, который, наверное, знает обо всех этапах отношений Грузии с Евросоюзом. Что касается 12 пунктов, то я часто говорил и еще раз повторю, что думаю, ни у кого нет иллюзии, что Грузия все скрупулезно завершит к октябрю этого года. Есть просто проблемы, где что-то можно сделать и сделать в конце концов. А есть вопросы, где стране просто нужно показать траекторию в правильном направлении, что она принимает правильные решения и делает правильные шаги. Например, среди них реформа судебной системы, которая, несмотря на то, что мы провели эти четыре волны, мы увидели, что ведущие судьи, находящиеся в стране, осуждены за коррупцию. Пожалуй, одна из самых больших проблем здесь в том, что, естественно, до октября ничего не будет сделано, ни у кого не должно быть никаких иллюзий по этому поводу. С другой стороны, есть еще и проблема поляризации, которую обостряют все политические силы, и этому очень способствует правительство. Закон, который правительство пыталось принять, был одним из усиливающих поляризацию, который мы имеем в стране. Если брать несколько направлений, то я бы сказал, что определенные шаги в этом плане уже предприняты и более или менее завершены. Это может быть связано с гендерной частью переноса тех же решений ЕСПЧ в законодательстве Грузии на вопрос тот же омбудсмена. Я думаю, что в том случае, если Грузия пойдет вперед по пути евроинтеграции, и я так думаю, что она обязательно пойдет вперед, мы столкнемся со всеми вещами, о которых не позаботились на данном этапе. Одним из примеров является борьба с коррупцией элиты. И, как вы знаете, был создан независимый институт для расследования случаев коррупции элиты. Естественно, что это был шаг в правильном направлении, и это гражданское общество давно требует, чтобы это был независимый институт, и чтобы он расследовал такие случаи. Но есть два вызова. Две сложности. То есть, хорошо, что это учреждение создано, но одно – это степень его самостоятельности, а другое – то, что у него нет следственных полномочий. Если я могу предсказать будущее, Европейский Союз требует, чтобы это учреждение приобрело эти две функции. Степень независимости была высокой, и она имела следственные полномочия. На каком этапе мы находимся сегодня? На этапе сотрудничества с Европейским Союзом. Несмотря на то, что для нас настали непростые времена, специалисты говорят, что сегодняшнее положение перспективы Грузии трудно было представить даже несколько лет назад. Европейская интеграция никогда не была так близка и так реальна. Однако различные факторы заставили нас упустить этот шанс в прошлом году, чему мы не должны позволить повториться. Причина, по которой Грузии отказали в получении статуса кандидата по этой теме на этом этапе, было связано с двумя факторами. Во-первых, было слишком много знаков вопроса о том, насколько грузинское правительство привержено европейскому выбору и европейскому пути. И эти вопросительные знаки постепенно нарастали. И второе, что на самом деле окно возможностей, которое нам было дано в тот конкретный момент, к сожалению, Грузия раскрыла в не очень желаемом виде. Процесс присоединения к Европейскому Союзу – это не только вступление в экономический клуб, процесс присоединения к Европейскому Союзу – это еще и приверженность европейским ценностям. Европейские ценности состоят из нескольких частей. Защита прав людей. И мы, к сожалению, увидели, что то, что произошло 5 июня в этом направлении – это на самом деле люди. Те, кто заказал этот вандализм и варварство. До сих пор на улице. Они не арестованы. И правительство не предприняло против них никаких действенных мер. Европейские ценности также подразумевают равенство. И мы видим, что в плане равенства в международных отчетах, в последнем отчете того же Газзепа, ситуация в Грузии резко ухудшилась. Это также включает в себя судебную реформу. И мы на самом деле видим трех нынешних судей. Одного бывшего судью, недавно подвергшегося импичменту Соединенных Штатов Америки. Так что все это привело нас к тому, что мы имеем сегодня. За последние 10 лет мы продвинулись намного дальше, чем могли себе представить несколько лет назад. Возможно, мало кто представлял себе все это. Здесь есть только один момент, который немного разочаровывает в том, что окно возможностей, которое у нас есть прямо сейчас, еще не полностью использовано. Но я надеюсь, что мы сможем достичь этого как государства. Тот этап, на котором мы сейчас находимся, трудно было представить, наверное, не 20 лет назад, а даже 3-4 года назад, когда Грузия пыталась обретти европейскую перспективу. Что означает обещание, что страна станет членом Европейского Союза? Даже на это Евросоюз не ответил. И сегодня мы видим, что у нас есть европейские перспективы, и мы пытаемся получить статус кандидата. В конце апреля общественные организации опубликовали оценку выполнения 12 условий, выданных Еврокомиссии, так называемый измеритель статуса кандидата, отражающий текущую ситуацию в период до 31 марта 2023 года. Документ был подготовлен под руководством фонда «Открытое общество», и в процессе работы было задействовано 8 организаций. Согласно заключению, на данном этапе полностью выполнен только один пункт, предполагающий учет решений Страсбургского суда. В основном выполнены два условия – рекомендации по гендерному равенству и борьбе с организованной преступностью. Четыре условия ЕС частично выполнены, еще пять предстоит выполнить. То есть, по сегодняшним данным, большинство рекомендаций либо не выполняются, либо учитываются лишь частично. СМИ и медийная среда играют особую роль в процессе получения статуса кандидата. Ограничение публичной информации, арестники Гварамии и преднамеренное преследование журналистов. Редактор нет-газеты Нестанчик Ладзе рассказывает о состоянии СМИ в Грузии. Очень важные отношения с 12 пунктами. Одна из них заключается в том, что доступ к публичной информации, которая всегда была проблемой для нашей страны, в настоящее время крайне затруднен. И СМИ практически невозможно получить публичную информацию в установленные законом сроки. Это и то публичную информацию, которая соответствовала бы его журналистским стандартам и качеству, а главное, интересу и праву граждан на получение информации. Кроме того, в последнее время внесены изменения, и я бы сказала, то же самое здесь. Вместо того, чтобы парламент пытался и председатель парламента улучшить медийную среду, он принимает указ, я бы сказала, незаконной и ограничивающей работу СМИ и журналистов в парламенте, что если вопрос журналиста покажется кому-то из депутатов нежелательным, его могут лишить аккредитации. Подобный факт уже был, не в нашей программе, но уже приостановлена аккредитация нескольких тележурналистов, и это неприятное дело. Однако парламент был, в принципе, единственным пространством среди государственных учреждений, где журналисты, имеющие ограниченную возможность свободно записывать интервью с официальными лицами, депутатами имели возможность встретиться с депутатами и задать вопросы. Именно для того, чтобы ограничить этот новый рекламент, который, на мой взгляд, должен быть отменен, а его отмена также включала бы в эти 12 пунктов медийную составляющую, наряду с другими показателями. В то время как СМИ освещают множество фактов о коррупции, мы видим чиновников, которые постоянно используют служебный транспорт в личных целях. И на этом фоне в тюрьму попадает директор критической телекомпании, частной компании. Меня очень беспокоит, что это политически мотивированное решение. Кому-то может не нравиться Никагварами, кому-то может не нравиться тот журналистский стандарт, который заявил Никагварами. Но мы, граждане, должны мыслить, обсуждать, смотреть на вопросы с правовой точки зрения. Не позволяйте никому думать, что это не относится к независимым СМИ. В силу обстоятельств дела имеет очень громкий леденящий эффект, что все представители СМИ могут оказаться в тюрьме. Как и Никагварами, на мой взгляд, единственным механизмом являются граждане. Существование независимых СМИ не является только нашей собственной целью, особенно когда мы сталкиваемся с острым финансовым кризисом. Многие думают, что очень легко получить международное финансирование, но нет, это очень сложно. И каждый день, наряду с борьбой за права, нам приходится бороться из-за существования независимых СМИ. Поэтому граждане должны понять, а информированные граждане должны заставить правительство выполнить обязательства, предусмотренные в 12 пунктах. Недавние опросы показывают, что 85% населения Грузии выступают за вступлением в Европейский Союз. Причины могут быть разные. Качество образования, здравоохранение, экономическое, стабильность и проекты, которые Евросоюз годами реализует в Грузии. Например, во многом благодаря Европейскому Союзу и соглашению об ассоциации в Грузии была создана трудовая инспекция, в результате чего в последние годы уже снизилось количество смертей на рабочем месте. Однако многое еще предстоит сделать для улучшения условий труда. По инициативе Евросоюза в Грузии реализуются грантовые программы для поддержки аграрного сектора и местных фермеров. После соглашения об ассоциации произошла визовая либерализация. Чего ждать в октябре, когда Европейская комиссия принимает решение о статусе кандидата? Послушаем Вану Чинпат. Европейская интеграция, на мой взгляд, во многом помогла, например, Грузии создать трудовую инспекцию, которой раньше не было. Если бы не запрос Евросоюза о создании трудовой инспекции, наверное, было бы маловероятным, и мы бы продолжили, как и прежде. Если бы не евроинтеграция и вызовы либерализации, а Грузия не приняла бы антидискриминационный закон. Он помог стране в этом. Например, уровень защиты, я не говорю, что он идеален в стране, но это еще один инструмент для того, чтобы, если кто-то считает себя жертвой дискриминации, он должен, соответственно, искать решение, обращаться к народному защитнику, суду и так далее. Независимый суд напрямую связан с социально-экономической защитой, а именно с безработицей, потому что независимый суд помогает привлечь прямые иностранные инвестиции, которые затем помогают увеличить количество рабочих мест и снизить безработицу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!